Дорогие друзья, общая победа, общая судьба. У нас общая история, и мы должны дорожить этой общностью истории, как святыми. Представители интеллигенции наших народов делали и делают все возможное, чтобы укрепить эту дружбу. Еще Валерий Брюсов писал в стихотворении к армянам. Да, вы поставлены на грани двух разных спорящих миров, и в глубине родных преданий вам слышны отзвуки веков. Осип Мандельштам напомнил о трагедии города Шуши. «Сорок тысяч мертвых окон» и рассказал, как оказались азербайджанцы в Нагорном Карабахе. Так, в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуши, я изведал эти страхи со природной душе. «Сорок тысяч мертвых окон» там видны со всех сторон, и труда бездушный кокон на горах похоронен. В 2022 году я, согласием нашего руководителя Айка Бабуханяна, наша делегация Всеармянского союза писателей находилась в Нагорном Карабахе с особой культурной миссией. Мы создали в селе Агавно армяно-российский культурный центр Сергей Городецкий, армяно-российский культурный центр Александр Грибаедов в городе Бердзоре, и армяно-российский культурный центр Валерий Брюсов в городе Степанатерте. Где сейчас эти культурные центры? Они разрушены. Азербайджан просто разрушил их, как они разрушили все культурные ценности и церкви Нахиджевана, тысячи храмов Арцаха, имеющие мировую ценность. Несколько дней, ровно несколько дней тому назад, я был родным Белоруссии. Всеармянский союз писателей, союз писателей Белоруссии, организовали конкурс «Армения в душе». Это был великий праздник. Четыре часа, два родных народа, говоря о дружбе, и все участники сказали, что такого еще культурной жизни Белоруссии и Армении еще не было. Присутствовали посол Армении в Республике Беларусь, господин Хумарян, посол Белоруссии в Республике Армении, господин Канюк. Кстати, мы сидели рядом и стали личными друзьями. Кстати, среди лауреатов нашего конкурса была внучка личного водителя маршала Баграмяна, великого нашего полководца с 1943 года, командующего войсками Третьего Белорусского фронта. Товарищи, в нынешнее время, многие говорят, время хаоса. Что ждет нас в будущем? Как представитель армянской интеллигенции, я говорю, будущее в дружбе родных наших народов России, Белоруссии, Армении и свободного Нагорного Карабаха. Спасибо. Аплодисменты